Периодами очень сложно на самом деле сейчас угадать, потому что есть очень много факторов неопределенности. То есть мы не понимаем последствия коронавируса, не понимаем, когда они закончатся, не понимаем, когда будет изобретена вакцина, когда она пойдет в массы. Если мы говорим о тайминге, то есть определение времени, когда это произойдет, то в этом случае велико желание использовать что-ли конкретно эти возможности. То есть поставить нападение, дождаться кэша, но то есть мы не понимаем самих последствий, потому что ситуации, в которой оказалась сейчас экономика, раньше их просто не было. То есть мы не понимаем не то, что последствия второго, третьего порядка, нам даже последствия первого порядка не до конца всем десны. И в этом случае, соответственно, временной лаг определить очень сложно. Я бы смотрел за показателем двумя показателями. В первую очередь в Америке это уровень безработицы, какой уровень безработицы и что происходит с инфляцией. Это обратно противоположное значение. То есть если безработица начнет снижаться, это неизбежно приведет к инфляции. Они вместе ходят эти параметры. Я бы смотрел на параметры инфляции выше полутора процентов в США. Тайминг определить очень сложно. То есть это гадание на кофейной гуще. Я как бы этим не занимаюсь. То есть для меня вот таким старожком является как раз таки уровень инфляции. В еврозоне Соединенных Штатах Америки. Вот это является ключевым. И как только мы видим фиксацию на протяжении двух месяцев значение выше полутора-двух процентов, нужно понимать, что следующим шагом неизбежно станет повышение процентной ставки. Вообще, ну там картинка рисуется такая, что мы осенью можем увидеть еще финальный задер по рынкам. Может сказаться то, что вернутся все с отпуска. Снова будет рост количества заболеваемости в принципе в мире. Какие-то локальные меры ограничения снова будут введены. Федрезерв может еще дополнительно предоставить ликвидности. То есть, как я говорил, два литра крови в организм влили, могут еще два литра влить. И это будет неким таким финальным шагом, финальным аккордом, когда рынки вырастут. К тому же динамика, допустим, американского рынка. Если рынок американский до июня-июля любого года растет более 15-20 процентов, к сентябрю этого года, когда такое происходит, рынок всегда вытягивают наверх. Потому что в сентябре происходит закрытие финансового года, в октябре проводятся результаты, в ноябре проходит оценка управляющих, в декабре, там до 20-х чисел декабря под Рождество выплачиваются бонусы. Поэтому, как бы рынок себя не чувствовал, там в 18-й год очень показателем. Азия падала, развивающиеся рынки первые полугодия падали, Европа снижалась, а Америку держали до последнего. Америку могут до сентября додержать, может быть, на импульсе, ликвидности, еще к выборам дать плюс 10-15 процентов, после чего у нас и ноги беги с кэшем, с наличностью, потому что там может быть очень болезненно. Причем, это может как раз наложиться на том, что вот люди, новички, кто только видит, которые видят, что депозиты снижаются, что золото уже дорого, вот они как раз сейчас идут, если послушать, что они говорят, я буду покупать то, что упало больше всего. То есть, авиалинии, авиакомпании покупать, производители самолетов, нефтесервисные компании мелкие, в Америке, то есть, туристическую отрасль, фонды рейты недвижимости, которые инвестируют в отели, то есть, все, что связано с туристической отраслью. То есть, принцип такой, я куплю то, что упало там на 80 процентов, оно отскочит, то я заработаю много. Я бы очень осторожно к этому сейчас относился, осмотрел бы именно в качество. То есть, кто выиграет в любом случае, это выигрывают те компании, у которых низкий уровень долга, у которых привлекательная дивидендная доходность, и они наверняка будут являться некой такой тихой гарвен. Вот, потому что вот сейчас у меня такая некая рыночная нейтральность портфеля. У меня есть кэш, у меня есть золото, у меня есть по-прежнему 30-40 процентов капитала портфеля находится в акциях. И у меня сейчас основная задача заключается не в том, чтобы заработать. И я уже выступал на конференцию, и всем сейчас заявляю, говорю, ребят, не надо стремиться сейчас на какой-то коррекции заработать. Это очень тяжело. То, что вы должны обеспечить сейчас себе, это сохранить покупательскую способность своих денег. Как это сделать, что делать частным инвесторам российским, я думаю, это тема отдельного ролика, который мы можем в следующем записать, там это будет привлекательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова